Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными. Такой график будет действовать с 1 июня до октября. 73 маршрута в одном стиле. К чемпионату мира по футболу объекты в зонах гостеприимства должны быть приведены к единому архитектурному облику. В Лазаревском выявили несанкционированные свалки. К уборке подключились все местные ТОСы. Теперь все с пылу, с жару. В школе села Пластунга открылась столовая. Ее оснастили самым современным оборудованием. Международное сотрудничество в бизнесе, образовании и культуре. В Краснодарский край с визитом прибыл полномочный посол Словакии в России Петер Припутен. Он встретился с губернатором региона Вениамином Кондратьевым. Они обсудили перспективные направления совместной работы между Словакией и Кубанью. Общей точкой роста может стать винный туризм. В станице на Тухаевской уже есть винодельческое предприятие со словацким капиталом. За последние два года торговый оборот увеличился в шесть раз. Но тем не менее, я считаю, что это недостаточно, потому что сегодня он составляет 13,2 миллиона долларов. Последнюю с товарооборотом из других стран. Это у нас, наверное, самый маленький товарооборот. Поэтому здесь есть над чем нам работать. Мы должны дать возможность нашему бизнесу российскому, бизнесу из нашего региона узнать, какую продукцию, какие товары может предложить сегодня Словакия на наш внутренний региональный рынок. А для этого, конечно, нужны какие-то действия. В первую очередь, наверное, нужно подумать о создании какого-то торгового дома Словакии в Краснодарском крае. И вот здесь это уже будут реальные шаги для того, чтобы мы могли говорить об увеличении торгового оборота. Для нас очень важно и развитие регионального сотрудничества. Поэтому для меня было очень важно приехать сюда, в Краснодарский край, который является одним из самых значимых и более развитых с огромной инфраструктурой в Российской Федерации. Вениамин Кондратьев, пользуясь случаем, также пригласил полномочного посла Словакии и в России на инвестиционный форум в Сочи, который стартует 15 февраля. Утверждена программа четвертой всероссийской недели охраны труда в Сочи. Участники форума, который пройдет на курорте с 9 по 13 апреля, получат больше возможностей для живого общения. Тематическая программа, отмечают организаторы, будет не перенасыщенной, как в предыдущие годах. Ключевые, наиболее важные мероприятия выделят в отдельный блок. Они не будут совмещаться с другими. Мероприятий по количеству будет меньше, а перерывы между ними длиннее. Это даст возможность участникам не только отдохнуть, но и обсудить тематику, пообщаться. Программа форума будет состоять из пяти блоков. Она охватит практически все стороны системы охраны труда. От законодательства, обучения, профилактики и медицины до внедрения инноваций и использования цифровых технологий. В формате проведения самих мероприятий также в этом году будут некоторые изменения. Организаторы планируют привлекать как можно больше спикеров с разными точками зрения по одной тематике. Ключевыми мероприятиями форума станут встречи на стратегической пленарной сессии, конференции Минтруда России и конференции по теме Всемирного дня охраны труда. Запланирована также подготовительная встреча седьмой министерской встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического союза. С июня рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными. Как сообщает агентство Федерал Пресс, такой график будет действовать с 1 июня и до октября нынешнего года. Авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов с нынешних 4 до 7. При этом расписание полетов в Стамбул оставлено прежним. Вылет из аэропорта в час 05, прилет в Сочи в 2.40. В обратном направлении вылет из аэропорта Адлер в 4.15, прилет в Стамбул в 6.15. 73 гостевых маршрута в одном стиле. К чемпионату мира по футболу объекты, входящие в зону гостеприимства, должны быть приведены к единому архитектурному облику. Основная часть работы позади. Она была проведена перед Олимпийскими играми. Сейчас задача приструнить тех, кто выбивается из городского пейзажа. Об этом говорили на совещании при главе курорта. Крыши, фасады, заборы, прилегающие территории. Все это предстоит вписать в городской пейзаж. Для Сочи это не впервой. Перед Олимпиадой к единому архитектурному облику были приведены 12 тысяч объектов. Но прошло 4 года, и некоторые из них нуждаются в ремонте. Кроме того, появились новые сооружения и незаконные рекламные конструкции. Главой дано поручение для организации групп по обследованию территории на предмет, скажем так, объектов, которые возводятся с нарушением единого архитектурного облика. В настоящее время сформированы группы по осмотру данных территорий. Всего у нас определено 73 гостевых маршрута, по которым направлены инспектора. Проверка показала, что лишь 400 объектов необходимо привести к единому облику. Цифра, конечно, не окончательная, но вряд ли она существенно изменится. Направить на путь истинный владельцев недвижимого имущества глава Сочи призвал архитектурное сообщество. Их задача подготовить эскизные проекты, как это было перед 2014 годом. Тогда мы обратились к архитекторам города и сказали, давайте мы разберем, сделайте эскизные проекты. Это будет ваш вклад в развитие города. Прошло время, у нас чемпионат мира по футболу. И есть опять предложение поработать командно, слаженно и эффективно. Архитекторы и в этот раз дали положительный ответ. Дело за жителями, которые эти проекты должны воплотить в жизнь. К этому их обязывают правила благоустройства. Объекты, расположенные в зоне гостеприимства, должны соответствующе выглядеть. Тем более, что инвестируют люди в свою же собственность. От таких вложений она только возрастает в цене. А инфраструктура и городская среда в зонах гостеприимства – самая комфортная как для проживания, так и для ведения бизнеса. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Лазаревском районе Сочи провели очередной мониторинг по выявлению несанкционированных свалок. Уборку территории администрация района проводит совместно с общественниками. Тракторы, камазы уборку территорий в Лазаревском проводят масштабно. Эти кучи мусора сегодня исчезли с территории Верхнелаосского сельского округа. Радует, что общественность работает совместно. ТОСы активно принимают участие, мониторят, сообщают. И нам удается оперативно ликвидировать. Нарушителей мы выявляем, наказываем, потому что засорение территории недопустимо. Город Сочи – город-курорт мирового уровня. Мы должны держать уровень. В чистоте и порядке теперь и местный стадион. Футбольное поле здесь существует с советских времен. Заброшено оно не было, но и не соответствовало современным стандартам. Чтобы сохранить спортивный объект, здесь решили построить физкультурно-оздоровительный центр. Инвестор уже завершает отделочные работы. Сдача намечена на сентябрь. Гостиница, бассейн, трибуны на 1100 мест, современное футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Все это будет в распоряжении и местной молодежи. Для наших детей, конечно, это предел мечтаний. Чем больше детей, молодежи будут заниматься спортом, независимо, футбол, баскетбол, волейбол, любой вид спорта, он подразумевает то, что ребенок развивается в социально правильном направлении. Это для нас, для населения, самое главное. Создача этого комплекса, он уже планируется круглогодичный. Соответственно, вся инфраструктура, которая вокруг, она заработает. Мы на это надеемся и мы уверены, что действительно пойдет развитие. Потому что на базе этого комплекса планируется, в плане эксплуатации, планируется и проведение спортивных сборов. Для местных ребят здесь обещают открыть спортивные секции. Контроль за строительными работами, как и за санитарным состоянием района. Здесь ведет как руководство администрации, так и представители ТОСа. Инга Габешия, Арах Таян, телекомпания ФКТ. До летнего сезона в Сочи отремонтируют 29 городских и сельских улиц. Первый этап большого годового плана стартует уже в мае. Работы, профинансированные из краевого и городского бюджетов, прервутся только на время проведения чемпионата мира по футболу. Для обсуждения плана по ремонту на ближайший год Анатолий Пахумов собрал за одним столом тех, кто отвечает за состояние дорог муниципального, краевого и федерального значения. План работ, впрочем, уже составлен и утвержден. Основной акцент при его формировании сделан на внутренние отдаленные улицы. Во внимание приняты и пожелания сочинцев и депутатские наказы. Приступить к выполнению первого этапа дорожники планируют в марте. Так называемый первый этап – это по краевой программе, где у нас есть доля софинансирования нашего бюджета и краевые деньги. Это будет отремонтировано 29 улиц во всех районах нашего города в преддверии начала весенне-летнего сезона. У нас сейчас идет ремонт ямочный, где мы ремонтируем участки дорог, чтобы дорога была полностью в нормативном состоянии. Намеченный этап должен быть выполнен в полном объеме уже в мае. Это связано в первую очередь с проведением чемпионата мира по футболу, который принимает в том числе Сочи. 25 мая в силу вступит указ президента об усилении мер безопасности в городах-организаторах чемпионата мира. Предстоящие события обязывают подумать и о качестве запланированного ремонта. Гостевые зоны и дороги к объектам показа, куда в основном будут ехать гости, они должны быть в идеальном состоянии. Ко второму этапу ремонта на дорогах Сочи планируется приступить после окончания летнего курортного сезона. На запланированные работы часть денег выделяет и краевой бюджет. Кстати, в прошлом году в Сочи было отремонтировано 97 городских улиц. Снижать планку в этом городские власти не намерены. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В 44-й школе села Пластунка сегодня отметили окончание капитального ремонта пищеблока. Обновленная столовая засияла свежими красками. Но самое главное, что в кухне образовательного учреждения появилось новое оборудование, благодаря которому школьников ждет только здоровое питание. Расскажет Инга Габешия. 44-ю школу включили в муниципальную программу развития отрасли образования. На капремонт пищеблока город выделил 1 миллион 300 рублей. Самому образовательному учреждению целый век. Нынешнее же здание 1989 года постройки. И здесь это первый капитальный ремонт. Дети радуются новому обеденному залу, а вот взрослые – новому параконвектомату и пекарному шкафу. Овощной и мясной цеха здесь тоже радуют глаз. Теперь можно разнообразить школьное меню и баловать ребят не просто вкусными завтраками и обедами, но и свежей выпечкой. Работают два сотрудника ОНО «Стандарты социального питания». К ним теперь очень большие требования. Есть все необходимое оборудование для того, чтобы готовить полезно, вкусно. Хочется пожелать приятного аппетита и сказать слова благодарности главе города, который смог в нашем бюджете выделить деньги на ремонт пищеблока. Пришли на открытие обновленной столовой, и родители говорят, теперь вопрос школьного питания исключен из списка обсуждаемых. Сейчас намного лучше, просто сравнения нет. Дети наши попали в сказку. Я думаю, что полноценное питание и безопасное питание им уже гарантировано. Теперь столовая, как и положено в школах, точка притяжения для ребят отмечают учителя. И все дело в колоссальном капремонте. От замены кафеля, плитки до потолка, подвесной потолок, также здесь были заменены электросети, установлена новая пожарная сигнализация. Здесь не было вытяжки, и поэтому это для меня было первоочередным. Заземление было сделано. Пища была вкусной. Сейчас я думаю, что она еще будет вкуснее, приятнее. Здесь дети очень любят находиться, и выходить из этой столовой не хотят. На сегодняшний день в 44-й школе села Пластунка 180 учащихся. Есть у них еще одно место притяжения. Это спортзал, который сегодня также на ремонте. Поэтому здесь грядет еще один праздник – открытие обновленной спортивной площадки. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Более 1600 предложений по благоустройству общественных территорий подали сочинцы. Голосование местных жителей было организовано в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Сбор голосов проводился в течение месяца с 9 января. Свои предложения местные жители оставляли в оборудованных боксах, которые располагались в районных администрациях. В своих обращениях – их было 1647 – они предлагали облагородить скверы, прогулочные зоны, набережные рек. Меньше всего заявок поступило из Лазаревки, а самыми активными оказались жители Хостинского района. Они подали больше 560 заявок. Большинство жителей Хосты голосовало за благоустройство двух территорий. «Первая территория общественная – это Курорный проспект Некройная Благодать. В районе дома 105-5, 186 заявок отданы за эту территорию. И вторая общественная территория – это тоже пользуется спросом наше Мацеста от новой до старого ванного здания. Мы хотим связать Эренфуром. Вот эта территория, второе место, заняло 138 заявок». Сегодня к работе приступила муниципальная общественная комиссия. Она отберет самые популярные заявки, которые в дальнейшем будут переданы на рейтинговое голосование. Она состоится 18 марта, в день выборов президента. В итоге, благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, в этом году в Сочи будет разбито 8 новых парков и скверов. Столько же в следующем. Они будут сделаны по типу тех, что открыли в районе Фабрициуса или, например, Набытхи. На благоустройство одного сквера будет потрачено более 35 миллионов. Всего же из федерального бюджета на создание комфортной городской среды, Сочи в этом году получит 250 миллионов рублей. Плитка, ламинат, сантехника – все в наличии и по привлекательным ценам. В торговом доме Людмила Плюс на Донской открылся новый магазин «Дом керамики». Дом керамики – это сотни товаров для тех, кто затеял ремонт. Керамическую плитку, например, здесь можно купить по очень привлекательной цене и на любой вкус. В наличии десятки образцов самого долговечного, удобного и простого в уходе материала. Она подойдет как для отделки ванных комнат, так и кухонь. Любителям красивых закатов и восходов, например, придется по душе вот такая плитка. Другие отдадут предпочтение уютному японскому садику, третий – заснеженным горам. В доме керамики можно найти плитку разного цвета, размера и фактуры от 290 рублей. А еще камень для фасада и интерьера, керамогранит и многое другое. Торговый дом Людмила Плюс приглашает всех гостей и жителей города Сочи посетить новый магазин «Дом керамики». Вас приятно удивят цены, ассортимент. Большой выбор – плитки керамической, керамогранита, сантехники, ванны, душевые кабины. Выбор сантехники действительно большой. Душевых кабин, например, отдельный зал с самым разнообразным набором функций. И все по приятным ценам. Приятно удивят и цены на ламинат – стоимость от 295 рублей за квадратный метр. В наличии богатый выбор этого популярного сегодня вида напольных покрытий. В нашем магазине мы ждем и тех, кто затеял ремонт в своей квартире, в своем доме. И также в санатории, гостинице. Просим к нам в гости, вы будете приятно удивлены. У нас есть специальные предложения для вас по объему, по цене, по цвету и размеру. Магазин «Дом керамики» ждет своих покупателей и обещает радовать с приятными акциями и скидками. Магазин находится в торговом доме «Людмила плюс» по адресу Донская 3, дробь 3. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.